А что он будет отправлять, пока он не синхронизировался с кем-то? В первую очередь он сначала слушает. Что ему отправлять-то? Пока слушает, он ничего не отправляет. Но, в частности, насколько я понимаю, именно с этим связано то, что требует выключать мобильники в самолетах. Потому что когда самолет летит, наверное, низко, он, наверное, может еще подхватить что-то снизу и пытаться к нему подключиться на большой мощности. И это будет давать какие-то наводки. Я слышал такую версию, что авиакомпании хотят зарабатывать на звонках со спутника. Это само собой. Я знаю, что есть компании, которые успешно продают авиакомпаниям системы, которые представляются как маленькая базовая станция. При гаффоне реализованы уже. Но при этом они, значит, даже не устанавливают никаких соединений. Они просто все телефоны... Они говорят телефону, да-да, молодец. Тут главное не шуми больше. То есть они включают их, устанавливают им мощность передатчика на минимум. Руминг на максимум. Нет, у них вообще нет никакого соединения. То есть это тупая базовая станция, которая ее единственная цель, это дать телефону, если он так хочет, подключиться куда-нибудь, и чтобы он просто не шумел. То есть связи нет? Нет, связи нет. Просто я недавно видел, что там было открыто, что можно было реально телефон включить. Нет, это тоже есть. То есть я просто говорю, что есть разные варианты. Да, действительно, есть операторы, которые работают в воздухе, на воде. Под это дело даже выделен специальный кандри-код. То есть в принципе кандри-коды – это идентификатор страны. Обычно их выделяют реальным странам. Там в списке есть специальный код для систем, которые находятся в воздухе и на воде. Потому что они будут в воду, в воду, в космосе. Это сомалийский пират. Да, сомалийский пират – это отдельная интересная тема. Так, дальше перемещаемся, если нет вопросов. Ну, собственно, краткое описание того, как устроен уровень GSM. Думаю, что многие слышали вот такую штуку, как оси. Это стандартная… По-русски называется модель из модели открытых систем. Точно. Которая описывает стандартные уровни протоколов. Насколько я помню, GSM разрабатывался, когда этого еще не было. Но, тем не менее… Так как… Было уже? ВСМ построено все. А, ну… Да, значит, я ошибаюсь. Соответственно, фактически все по оси только называется по-другому. Люди с телекоммуникационными мозгами очень любят все называть по-другому. Это вообще просто фантастика. Я думал, они по других людей думают так же. Да. Чуть-чуть одинаково. Непонятно. То есть, Харвард в свое время жаловался, что… Вот, например, тетра, да? Тетра – это, значит, протокол связи, используемый, в первую очередь, для ведомственных сетей. Очень похоже на GSM местами. Все называется по-другому. При этом, обязательно, в каждой аббревиатуре должна быть буква «Т». То есть, некоторая аббревиатура даже, в принципе, взята там из GSM, но обязательно добавлена буква «Т». Ну, я думаю, чтобы это избежать всех эпатетов. Тоже, да. Авторских правок и всего прочего. Тоже самое. 3G и 4G. Зачем они переименовали «BTS» в «ENB»? Там… Оборудование стоит очень дорого. Схема уже путаницы не было. В GSM сразу не с GSM. Она только добавляется. Да. Только-только добавляет сложности. Знаешь, когда посмотришь на… То, что я нарисовал – это самый упрощенный вариант сети. Я сказал, что это простой вариант сети. Реально там все куда круче. Особенно, когда раньше начинают… Гибридные. 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 Там лучше не смотреть. То есть переименовали мобильную станцию «MS». «View-E». «U-E». 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 «U-E» 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 «У-E» «У-E» Поэтому везде свои названия Соответственно «L0» – это обычно уровень самого железа, которое передает L1, физический уровень. О..... модуляция, канальное кодирование, по-моему, шифрование туда же входит. DataLinkLayer — это у нас... А, да, PhysicalLayer — это, соответственно, TDMA туда входит, то есть разбивка на слоты. DataLinkLayer — это у нас уровень, на котором устанавливаются соединения, то есть просто логические соединения без понятия о том, что это такое. NetworkLayer — это уже уровень более-менее осмысленного, на котором происходит уже уровень разговора про звонки, то есть когда один оппонент звонит к другому, этот уровень осмысленности начинается на уровне L3. Есть еще уровень L4, L5 и так далее. Для нашего разговора про OpenBTS, в принципе, достаточно уровня L3, потому что у него еще заканчивается. Уровень L4 в OpenBTS используется только для SMS, для того, чтобы разобрать SMS-ку, то есть собрать ее обратно. Это уже уровень L4, когда уже идет разговор про конкретные данные, которые передаются. Дальше там неинтересно. Значит, L3 уровень, он разбит на… Каждый из них очень разбит на несколько подуровней, про что важно понимать, потому что L3 состоит из трех частей. Это радиоресурс, Mobility Management и Call Control – RR, EMM и ECC. Что известно, радиоресурс, управление радиоресурсом – это тот уровень, на котором идет разговор про то, что так… ты будешь отвечать, ты будешь слушать на вот этой частоте, говорить на вот этой частоте, то есть выделение радиоресурсов, освобождение радиоресурсов. Mobility Management – это управление мобильностью, то есть перенос, насколько я понимаю, телефонов между базовыми станциями, внутри базовыми станциями, Call Control – управление соединениями, то есть установка соединения, разрыв соединения и все, что с этим связано. Здесь большой длинный список аббреватур, которые я до сих пор не всегда помню. Запомните, по-моему, можно только вот долго с ними работая. Как же там Фарель договорился, что до конца понимаешь, ты не можешь до конца понять то, что ты не реализовал своими руками. Он это хорошо понимает, потому что он все это реализовал. Я далеко не совсем без этого работал, поэтому не все из этого понимает до конца. То есть когда читаю, вроде понятно. Отхожу на пять минут и думаю, блин, что за фигня. Значит, что здесь важно запомнить? Трафик-ченел – очень просто. Кичи. Соответственно, в нем передается голос. Голос называется трафиком в GSM. Тоже много, не совсем тривиален для людей, превышенных интернет. Но так есть. При этом данные, которые от GPR, называются по-другому. Не путайте. Трафик-ченел – это не про данные, это про голос. Дальше. В самом конце – Random Access Channel. Это тот канал, в котором передаются Access Bursts, про которые я рассказывал. То есть это каналы, в котором происходит установка соединения, когда оно устанавливается снизу, то есть от мобильника. Access Grand Channel и Paging Channel. Последние три канала отвечают как раз за первичное установление соединения. Paging Channel. Я рассказывал про Paging. Это когда базовая станция вызывает какого-то абонента. Установление сверху идет. Она для этого используется Paging Channel. А, Random Access Channel. Аксесс Grand Channel – это когда телефон запрашивает соединение, ему по Access Grand Channel базовая станция говорит, что либо хорошо, либо нехорошо. То есть установил соединение, либо не установил соединение. Либо accept, либо reject. FCH – Frequency Correction Channel. Я рассказывал. Это как раз те самые Frequency Correction Bursts, по которым телефон вообще изначально понимает, есть базовая станция, нет базовой станции, и может построить свою папку. Ну, Synchonization Channel, соответственно, это тот самый канал, по которому передается Synchonization Bursts, который второй всегда после Frequency Bursts или Frequency Bursts, потом Synchonization Bursts. Каналы всегда идут рядышком. Да, надо понимать, что нижние каналы, они все однонаправленные. То есть, RAC – канал вверх, Access Grand Channel всегда вниз, Paging Channel всегда вниз, Frequency Correction – вниз, Infraged Channel – вниз. Broadcast – Control Channel. Когда базовая станция, когда телефон нашел базовую станцию, то есть он построил частоту, он декодировал Synchonization Bursts, он начинает искать данные о том, что это за базовая станция. Информация о том, что это за базовая станция, передается в Broadcast Control Channel. Broadcast подразумевает, что это широковечательный канал, то есть он никаким образом не кодируется, не шифруется, его все могут слушать, и в нем базовая станция рассказывает о своей конфигурации. Какие частоты она использует, какой идентификатор она имеет, какую конфигурацию она имеет. То есть конфигурация не в смысле конфигурации оборудования, а в смысле какую… Сети. Ну да, конфигурация других каналов… Какая конфигурация других каналов на ней сконфигурирована. То есть так как на базовой станции можно сконфигурироваться самой разной конфигурации каналов, то там все это рассказывается. Есть на ней GPRS, есть на ней Edge, множество других параметров. Параметры управления питанием, мощностью и так далее. То есть все это рассказывается в Broadcast Channel, чтобы телефон мог дальше уже осмысленно понимать, с чем он работает. Можно вопрос? Да. То есть он подключается к первой станции, которую он найдет? Нет, не к первой. Я говорю, что он сканирует весь диапазон, после этого составляет список тех базовых станций, к которым он теоретически может подключиться, и подключается к базовой станции с максимальной мощностью. Не к первой. Хорошо. С максимальной мощностью сигнала с точки зрения физической? Да, с точки зрения физического. Сигнала определяется, как мы говорили, от протокола, по тем временным задержкам, или чисто как... Чисто физически. Просто вход, меряется RSSI, интенсивность сигнала, и все дольше. То есть вот этот самолет для перехвата Трайф Кинжеса, он как раз владеет самолетом. Да. И все ткачат, да? Ну да, да, да. Радио-модель, самолет с окном БТС, и перехватом. Идея в том, что сделать базовую станцию, которая будет иметь мощность больше, чем за счет отсутствия обратной проверки. Вот остальные каналы, которые control channel называются, это вот разные варианты передачи управляющей информации. Там надо в данный момент просто необязательно понимать там, что из них конкретно, и что делает. Можно понимать, что их есть несколько разных, и они, значит, имеют каждое свое какое-то свое значение, которое им может пользоваться. Так, ну, в общем, тут я помню, это конец. Да. День у нас получит. Да, тут тратить еще много. Дровно два часа, как я обещал, 7-9. Если есть вопросы, давайте. Вот эти вот каналы, это разные типы берстов, получается? Нет. Еще раз. Это непросто понять, да. Разные типы берстов пользуются только в Аксесс-ченнеле, в синхронизейшн-ченнеле и в Фрэкенси-коррекшн-ченнеле. То есть я показывал, что там четыре типа берстов. Три из них это Трандом Аксесс, Фрэкенси-коррекшн и Синхронизейшн-ченнеле. Это три. Все остальные это нормал берстов. Разделения. А внутри, а еще? Да, значит, делятся по каналам. То, на что здесь у меня нет картинки, Трандом Аксесс-коррекшн-ченнеле, но она уже легко находится в интернете. Я рассказывал про это Трандом Аксесс-коррекшн-ченнеле. А, все равно базовая станция, если мы назовемся тут. Вот. Значит, то, что я здесь пытался рассказывать. Восемь таймстолков – это фрейм. Соответственно, несколько фреймов объединяется в мультифрейм. И вот, мультифрейм, он имеет некоторую структуру. То есть, например, в первом фрейме мультифрейма всегда передается фрекенси-коррекшн-берст. И там еще в нескольких местах. А, то есть они по номеру фрейма фиксированы? Да. То есть они фиксированы в этом мультифрейме. То есть, реально, несмотря на то, что каждый таймслот теоретически назначен какому-то мобильнику, реально получается, что, во-первых, есть жековещательные каналы, когда все мобильники слушают этот таймслот. И есть фреймы, в которых этому мобильнику на этом таймслоте передается управляющая информация, а есть фреймы, в которых ему передается информация трафик, голосовая. И вот это происходит в этом мультифрейме. То есть в нем там прописано, в стандарте прямо указано, что в первом fcch, в каком-то там bcch, в каком-то там передается такое, в таком-сякое передается. То есть надо понимать, что, вот еще раз, такая штука, которую я не знаю, как внятно, красиво объяснить. Физически на частотном канале все это происходит на одном. Да. То есть это один частотный канал. В нем непрерывно найдут... Разрезаны логически. Да, разрезаны логически. То есть это один частотный канал, в нем нарезаны вот эти восемь таймслотов, они повторяются, дальше эти таймслоты начинают уже логически на логическом уровне резаться на каналы. И каждый телефон просто там синхронизируется и в каком-то счетчик просто убирает те таймслоты, которые зарисованных не могут. Правильно. То есть, собственно, вот то, что делает Synchronization Burst, не Frequency Correction Burst, а Synchronization Burst. Телефон из Synchronization Burst узнает номер Multiframe и номер... Потому что Multiframe они еще объединены в Hyperframe. Это вообще другая история. Номер Multiframe и номер фрейма в Multiframe. Соответственно, он узнает, где он оказался. И исходя из этого, он уже понимает, что ага, я нахожусь вот здесь. Значит, дальше у меня пойдет трафик, трафик, я их не слушаю, потому что мне это пока не нужно. Дальше идет, например, Paging Channel. Если я хочу услышать свой пейджинг, я должен здесь слушать. Ну и дальше постоянно посмотреть, какие тут фреймы, и их либо слушать, либо не слушать. А чем глобальная сущность гиперкадра? Гиперкадр используется, был внесен с одной единственной целью — шифрование. На основе счетчика гиперкадра... Собственно, период шифрования — это гиперкадр. В общем, что пакет из TimeSong предназначен для одного телефона? Это будет гиперкадр, да? Нет, нет, нет. Шифрование идет с номером гиперкадра. Мы, по крайней мере, по модулю 2 с фрэймом и еще с номером гиперкадра. Зачем это сделали? Сейчас еще раз. Есть фреймы, вот это — это MultiFrame, а MultiFrame их много. И вот много MultiFrame называется гиперфрейм. Гиперфрейм, по-моему, два часа идет. То есть, это может... Да, то есть, соответственно, вот этот гиперфрейм... Честно, я человек не криптографический, я не понимаю какого всего этого. Там что-то меняется. Да, потому что что-то меняется. И вот знаю, что этот гиперфрейм используется как поле для шифрования. То есть, это один блок в точном шифровании. Наверное. Наверное, да. Ты просто у нас кресишь, чтобы с ключом менялся все, в течение которого меняется некий ключ. Ну да, у тебя есть секрет один, что ли? Наверное, я просто честно не знаю. У нас ключ менялся там каждую секунду, и мы не могли там собрать целую коллекцию. Мне кажется, что это было несколько? Два часа. То есть, два часа мы вполне знаем. Я думал, что там просто кусок. С ключом там такая история. Значит, есть ключ, который называется KC, да, по-моему? Который хранится на сим-карте. А, KCI. То есть, KCI на сим-карте. Значит, от этого ключа наследуется несколько ключей. Один из наследованных ключей используется для аутентификации. Один используется для шифрования, для блочного шифрования соединения. Еще один там еще для чего-то. Ну там, по-моему, ты или четыре ключа от него наследуется. Соответственно, реально, как бы, да, он один ключ. Но используется не он сам, а ключи, которые от него унаследованы. Как унаследованы, ну там, куда хочешь, используется. Я не знаю. А опять же, можно сказать, поломали уже. Что-то поломали. Ну, потом поломали, а один... Опять один. Опять один, да. Опять один точно? Опять два анонсировали, по-моему? Опять два... Опять два он застал. Ну, реализацию... Опять два это урезанная версия, опять один. Ну, и опять три буквально недавно там. Опять три. Опять три. Точнее, публикация реализации на пуде. Нет, опять три, по-моему, еще не ломается. Ну, в смысле, подзон что подразумевается? Извлечение какого-то... Рассказываю. Что такое А5? Значит, в GSM стандартизовано несколько криптографических протоколов, которые называются буквами А. Значит, А3 это протокол, который используется для аутентификации. А5 это то, что используется для шифрования данных. То, о чем я говорил, между базовой станцией и мобильным телефоном. Соответственно, если мы хотим, например, перехватить разговор с воздуха, мы захватываем, записываем разговор, у нас идут шифрованные данные. Если мы хотим его расшифровать и прослушать, то нам нужно вот взломать как раз этот А5. Если мы хотим подделать аутентификацию, то, наверное, нам надо говорить, что мы хотим взломать А3. Такого я не слышал. Ну, может кто-то что-то делал. Ну, достаточно А5 тоже, чтобы... Да? Ну, может быть. Значит, А5 бывает у нескольких типов. Бывает А5-0, который означает отсутствие шифрования. Бывает А5-1, который был разработан изначально для GSM. Это система шифрования закрытая. В том смысле, что она никогда не была опубликована в открытую. И всем вендорам GSM-оборудования передавалась по большому секрету. Понятно, что по большому секрету она передавалась только некоторое время. После этого большой секрет стал общим. Очень большой. Да, очень большой. И она стала известна широкой общественности. Ну, после чего начали сработать по ее уже, исследованию ее стойкости и, собственно говоря, взломать. OpenBTS использует какое-то шифрование из этих ключей? Сейчас расскажу, будет в конце рост. Договорю потом и расскажу об этом. Значит, А5-2. Это А5-1 с урезанной длиной ключа. Она была сделана так специально для того, чтобы экспортировать в третьи страны. Предполагалось так, что Европа, светлое будущее, использует А5-1 стойкое шифрование. Всякие, значит, третьи страны. В них мы экспортируем оборудование с урезанным ключом шифрования, чтобы наши бравые спецслужбы могли его легко взламывать и прослушивать. То есть, в принципе, А5-1 и А5-2, они друг от друга ничем не отличаются. Исключительно не на ключах. По-моему, там такая вот причина. В современном мире А5-2 не используется, потому что это, в принципе, пережиток холодной войны. А А5-1 давно взламывается. И ТСП-служб уже лет 10-15, как не является. Тот же самый самолет, он там, в принципе, при определенных манипуляциях, его с помощью армии Devils, там, в пределах минуты открывает. А сейчас это стала доступна на сроке массы, благодаря проекту А5-1 Cracking, где, значит, скачиваешь 2 терабайта тех самых радужных таблиц. И есть то, что называется в GSM A5-3, а в 3G, оно называется KASUME. Это, собственно говоря, логовитм шифрования, который был разработан уже с использованием, скажем так, современных подходов к разработке шифрования. То есть это открытый подход, когда алгоритм известен, но также открыто известно, что он криптографически стойкий. То есть была произведена независимая экспертиза, алгоритм известен, но взломать его пока что не удалось. В общем, достаточно грамотно все сделано. Но это, опять же, не работает, ждем результатов. Он используется в 3G, в 2G, честно говоря, то есть в классическом GSM, я не знаю, есть ли сети, которые внедрили его использование. Потому что это подразумевает замену в BTS, так как, как я говорил, шифрование происходит в BTS, потому что он только на уровне между BTS и мобильником. Но, известно, чтобы поменять шифрование, нужно изменить BTS, нулевую прошивку или потому что. Ну, насколько я помню, там возможно удаленные сербораты от самих BTS. По самим протоколам это регламентировано будет. Может быть. Но, конечно, факт в том, что сейчас большинство сетей все еще используют опять один. Они и операторы не так быстро переходят на новые технологии, поэтому... Зачем? В облазанном будущем, да, еще 2 года можно смело говорить о том, что... То есть, правильно, что с помощью OpenBTS можно пройти к раскрытию треки? Нет, OpenBTS для этого не походится косвенно, да. Очень-очень косвенно, да. То есть, на самом деле, надо смотреть в сторону. Вот есть отдельный совершенно проект, который не имеет никакого отношения к OpenBTS. Как я и говорил, он называется опять один Cracking Project. Главное набираешь, у них там есть свой набор утилиток, называется Cracking. Он, собственно, кракает. Это для... Это только позволяет раскрыть график, да? Да. То есть, получить данные, на которые могут фиксироваться абонент в сети? Нет, там схема такая вот у полного цифра, что... Абонент подсылает ему вышку, он садится на нее, с помощью него быстро расшифрует ключ, абонент садится на эту вышку, его пробрасывает через сит на реальную звонку. То есть, абонент думает, что он в сети находится в сети. Это ты про MCCatcher говоришь? Ну, про целиковую схему. Ну, там нет... Речь нет о том, что именно есть режим полностью пассивного взлома. Да, пассивного. Когда вообще нет никакой вышки левой, просто перехватывается информация, она взламывается ключ шифрования. Но там взламывается ключ шифрования сессионный. То есть... Ну, это вот в Hyperframe. Да, тот самый, который в Hyperframe используется. То есть, получить доступ к API так невозможно? Ну, насколько я знаю, пока нет. Я просто, я говорю, я не знаю. Я тут, я так, знаешь, там, время-дремя заглядывал, что там люди делают? Ну, суть того, что надо получить, надо просто уточнить. Ну, Kia. Для чего? Ну, хотя бы для клонированных сим-картов. Я думаю, когда еще использовали... Это тоже уязвимые сим-карты. Да, уязвимые сим-карты. Там можно просто сделать много попыток аутентификации за фейловых на сим-карты. В общем, это ключи, это такая, как тайна Кащея, которая в игре, потому что их даже через API или как-то еще производители оборудования практически никогда не найдут, чтобы их оттуда брать. Ну, ладно, отдельный разговор. Вот, значит, пробок BTS. Вот, в данный момент, вот непосредственно в данный момент, то есть если вы там скачаете официальную версию, в ней этого нет. Значит, сейчас идет работа о том, чтобы это реализовать, я там полагаю, что совсем в ближайшее время мы это увидим. То есть, насколько я понимаю, там сейчас ситуация такая, что в девелоперской ветке разработана уже аутентификация, вот, шифрование сейчас в процессе, собственно. Этим начали заниматься рабы из Александрийского университета. Потом нашелся, значит, русский человек, который взял и сейчас допиливает. Я думаю, что скоро допилится, потому что вполне грамотно это дело подходит. Потому что ждите. Уменьшимся с допилить до поддержки шифрования. Да, то есть как бы в данный момент BTS просто не поддерживает шифрование. То есть даже если ты знаешь свой KI, то ты все равно не сможешь включить шифрование, потому что... Да, тогда будет еще одна такая толкость, в которой не все понимают, что... Чтобы включить шифрование в сети, необходимо знать вот этот самый KI, ключ, который записан на сим-карте. Так как этот KI получить с сим-карты невозможно, как бы, ну... Нормальными способами, да? Известными способами. Известными способами. То есть ты не сможешь использовать шифрование. То есть шифрование невозможно будет включить. Просто потому что вот чисто физически ты не знаешь, что ты в KI и не можешь его включить. То есть когда происходит роуминг, то сеть роумингового оператора за этим ключом идет к твоему родному оператору. То она получает от него не KI, а получает от него сессионные ключи. Да. То есть она получает сессионные ключи. А KI, значит, там по замкому оператора хранится. Поэтому если хочется делать на OpenBTS сеть, которая поддерживает шифрование и аутентификацию полноценную, то нужно выпускать собственные сим-карты, в которых ты знаешь, какой KI в них зашит. А в общем, чем еще ограничение OpenBTS по сравнению с классическим BTS? Ну, это сложный вопрос, но достаточно много. То есть что не реализовано из таких базовых вещей? Я написал там совершенно список того, что там не реализовано. У меня в блоге есть ссылка на этот список, даже есть частичный перевод на русский. Ну и самого значительного, чего нет. Значит, нет пока что в открытой версии поддержки GPRS, то, над чем Ваня работает сейчас, в данный момент. Так что, возможно, через ходе появится. Просто очень объемная работа. Нету пока что поддержки Handover во время разговора. То есть просто Handover в режиме размещения между базовыми станциями сейчас не проблема. А когда ты вот разговариваешь, приходишь к базовой станции, такого пока OpenBTS не умеет. Вот. Мы сейчас, соответственно, ведем разговор о том, чтобы там получить это дело финансирования и реализовать. И опять же, открытая версия OpenBTS не поддерживает многоканальный режим работы. То есть только один RFC на валовую станцию. Я понимаю, что это есть коммерческая версия OpenBTS? Да, есть коммерческая версия OpenBTS, которая поддерживает, собственно, создать в нем OpenBTS в рейндж-наторе с американской компанией. Вот. Они это реализовали. Вот. Но, в принципе, реализация многоканальности, она не особо сложная. То есть там в OpenBTS на логическом уровне все подготовлено к тому, чтобы оно было сделано. Там осталось BLSP немножко запилить. То есть на уровне самого транссивера разделять. Нужен просто код, который будет разделять поток данных на каналы, вот эти вот частотные. И из них уже брать данные, управлять. То есть тоже опять же сейчас ведем разговоры, чтобы получить финансирование и реализовать. Так что я думаю, что в пределах полугода-года все эти круглые доделки будут доделаны. Вопрос. А железная часть OpenBTS это на что все представители? В данный момент самое распространенное железо это USRP. Используется для перевоза через границы. Да. У меня есть, конечно. Ага. Не раз уже ездила в разные страны. Она сейчас хорошо подходит по размеру как раз тут. Собственно вот, тут ESRP, часть людей была на семинаре, который был в августе, и это уже видела. По железу ограничений сейчас скажу. Первая ESRP, это материнская плата, на ней находится ПЛИС, ЦАП-СП спаренный для квадратурной. Один канал, второй канал, это выход на USB. Это ВЧ-часть, так как здесь ЦАП-СП, то здесь уже чистые навыковые вещи. Вот здесь, что у нас имеются, всякие смесители, которые повышают частоту. Собственно, это выходы RX для приёма. Это TXRX, он используется для передачи в данном случае. В классической конфигурации используются две платы. Одна на приёмную, другая на передачу. Это сделано исключительно для того, чтобы уменьшить шумы передатчика на приёмник. На самом деле, это не обязательно. Можно использовать одну плату. Есть патчи, которые делают и вполне спокойно работает. В самой простой конфигурации, в любом случае, шумы, которые идут по плате с передатчика на приёмник, будут намного меньше, чем те шумы, которые у вас будут идти с антенны передатчика на антенном приёмник. Потому что здесь нет дуплексов, о которых я говорил. Это фильтр аналоговый, который разделяет апплинг и даунглинг частоты. Так как его нету, то антенна передатчика за своей огромной мощностью, даже сюда ничего не вставлять, всё равно через маленькое отверстие будет хорошо шуметь на приёмник. и будет сильно забивать. Если поставить дуплексов, то будет уже тогда ограничение по шумам на самой плате. Вот тот самый генератор, который мы делаем, на 52 МГц стабильный, который требуется для того, чтобы мобильные телефоны спокойно находили базовую станцию. А разве нет никаких готовых компаний? В смысле? Здесь история такая, что так как это всю жизнь развивалась большими компаниями, то та часть, которая составляет умную часть базовой станции, она никогда никому не продавалась в виде запчастей. Соответственно, купить там только транссивер невозможно. Либо ты будешь покупать бушный на вторичном рынке, что активно делают ребята, которые работают с OpenBSC. Я надеюсь, что мы этой зимой привезём одну бушную базовую станцию небольшую сюда, тоже для экспериментов, IP-Access NanoBTS. Маленькая базовая станция, достаточно современная, такого примерно размерчика. Ну, собственно, NanoBTS она есть, NanoBTS, маленькая BTS. Поэтому та часть, которая умная, она никогда никому не продавалась. Максимум, что ты можешь найти, это какие-то бушные вещи, там всё проприетарное внутри. То есть ты без реверс-инжиниринга ничего с ним не сделаешь. А та часть оборудования, которая глупая, которая радио, она, естественно, там штампуется кем угодно, там от немцев до китайцев, в общем, любого качества, с любыми параметрами, в общем, можно найти. То есть вот, например, вот купленный на eBay китайский усилитель на 20 Вт. Совершенно копейки стоит. Легко находится, покупается. Можно не бушную покупать, чуть дороже. Элементарно совершенно. Антенны, пожалуйста, тоже продаются спокойно в продаже. А вот с трансивером проблема. Эту проблему как раз частично решает OpenBTS. То есть сам OpenBTS Unsoft решает софтверную часть этой проблемы, а USRP она решает хардверную часть этой проблемы. Вот мы сейчас разрабатываем, соответственно, замену для USRP, которая будет удовлетворять всем характеристикам, стандартам. Потому что сама USRP она... Минутая? А? Минутая будет. Да. А, ну ты же её, да? Да, USRP. Да, USRP. Пишки нету? Нету PCP. Нету PCP. Фермарк на всё подгнул там, всё спокойно. Ну и с лицензией, наверное, тоже? Лицензии на железо нету, не существует. Нету такого понятия, как лицензии на железо. Потому что железо, в отличие от софта, контролируется не авторским правом, а патентным. То есть если ты не запатентовал своё железо, оно открытое. Любой может его скопировать. А если запатентовал, то ты делаешь 10 изменений и копируешь. Да. Нет, почему? Ты же патентуешь принцип работы. Нет. Это другое вещь. Тут речь идет о том, что принцип работы – это патент на принцип. Это отдельная вещь. Тут идет речь о том, что есть лицензия на софт, на конкретную реализацию этого софта. Не на принцип, а на софт. Понимаешь? Так вот на железо ты не можешь положить лицензию. То есть я просто запатентую как-то более высокоуровнево. Потому что там есть какие-то части, и они должны делать это. Нельзя. У нас патентуется только устройство готовое. Либо принципы, которые обладают новизной и так далее. Да. Полезные три какие-то сущности есть, которые можно запатентовать. Полезная модель. Да. Модель, железо. И алгоритмы еще можно патентовать. Нет, алгоритма. Да. Это алгоритма брасичная, я не знаю. А вот смысл этой железки. То есть ее опускают специально под этот парадик? Или она? ЮСРП это вообще говоря универсальная. Она расшифровывается как Universal Software Radio Peripheral. Нет, понятно. Она универсальная. Для чего она еще вообще? В принципе это просто SDR-передача. Врием-передача. То есть что ты на ней будешь делать, зависит только от того софта. Но есть какой-то основной способ применения, ради которого ее можно предложить? Ну, как компьютеры. Знаешь, ну то есть, какой способ применил компьютеры? Не знаю. Кто-то в группе играет, кто-то в бухгалтерию на нее гоняет, кто-то басдан. В данный момент сообщество OpenBTS генерирует львиную долю прибыли эту с research'ю. Для себя и RANDISH'н просто используют уже USRP как раз. Да, они покупают от того, что не используют. А вот BTS'ники покупают, не тысячи, а сотни покупают. В крайнем случае, как правило, заканчивается использование консивера и свою плесень. Александр, судя по характеру вопроса, вот это ваш USRP, вот именно надо предлагать в чемоданчиках, я желал бы вводить ключи. Да-да, поставить туда флешку, туда сразу зрителям в таблице, маленький контроллер, кто все это делает автоматом, и динамик, и со звуком, чтобы сразу... Ну, в общем, вот... EGCP это, в принципе, универсальная вещь, которая... Она разрабатывалась именно с идеей того, что она универсальная. То есть, кто хочет, то так и использует. И из-за этого есть определенные проблемы с тем, чтобы ее, значит, легально импортировать в разные страны. На самом деле, в данный момент все USRP, которые я знаю, в России импортированы в поляр. Потому что никому не охота... Да, никто не хочет проверять на этом. Какой частотный диапазон на расчете? Есть, на самом деле, интерес. То есть, я общаюсь сейчас с Этусом. Он говорит, что да, у нас есть проблемы с продажами в России. Вполне очевидно. Вот. Какой частотный диапазон зависит? Диапазон там зависит от того, какой пост ты поставишь. Посты радиочастотные? Ну, какие предлагаемые? Там есть... Зайди на сайт, посмотри. Они сфиксированы, а есть WhiteBand. То есть, да. То есть, да. Вот эта конкретно, она от 700 МГц до ГГц, и от 1700 МГц до... В общем, на GSM. Как раз GSM и там кое-что еще туда влазит. Вот. Есть там версия от 300 МГц до 4 ГГц. Там совсем только ПАУС. Но есть, которые не цизируются? Собственно, вот здесь вот изначально, если ты покупаешь как RFX 900, здесь стоит специальный фильтр, на который, значит, вот... Здесь вот. Стоит специальный фильтр, который не дает ему излучать вне ASM 900 диапазона. ASM 900 диапазон, диапазон, который находится между GSM uplink и downlink, там 15 ГГц, по-моему. И он в Америке считается нелицензируемым. У нас, я честно, я просто не знаю. Не специалист. Ну, там есть... Есть платы специально под эти самые Wi-Fi-ные частоты, которые 2.2.4 ГГц и 5 ГГц, которые тоже нелицензируемые. Там RFX 2.4 когда-то тоже валяется. Она, наверное, нелицензируемая частота. То есть там, кроме Wi-Fi, на основном, там много чего еще работает. Битусы, интернет. Кроме Wi-Fi, на основном, много чего еще работает. Да. Для развлечений это смысл. Нет. Ну, развлечения это, конечно, само-собо. Куда без этого. Есть готовые коммерческие... Нет. Есть на Range Networks. Идея такая, что Range Networks, они странные ребята. Они... Ни странные не согласились. Ни странные не согласились. Они... Несмотря на то, что выпустили опенсорсу в МБТС, они продают только черные ящики. Классические модели. Ну, не классические. Классических моделей там много. Я бы уделял определенное время исследованию бизнес-моделей и опенсорса. И там много классических моделей. Вот. И это как раз не классическая модель. Классическая модель. А, да. То есть... Вообще, очень интересно. Они себя начинали рекламировать, как вот... Мы там опенсорс, значит, нет никакого вендорлока. А пришли к тому, что они продают черные ящики. И в этом смысле они не отличаются там... Это вообще не модель опенсорсинга. Ну, я же не знаю, чего. И не всем это нравится. То есть вот те люди, с которыми мы будем делать инсталляцию на острове Майот, они сказали, да нахрен вам еще нет черный ящик. Нам надо, чтобы мы могли сами там подкрутить, потому что у нас тут есть свое мнение. То есть есть, кроме рейшных, кейсов по коммерческому использованию? В смысле? Ну, как бы... Есть... Есть спрос, скажем так. Так как пока же нет оборудования. То есть есть тренинг-найдферс, который поставляет... Который только-только допилил свое оборудование и только-только начинает его продавать. А... Я даже не знаю, будет сейчас открыт еще продать, уже продает или еще нет. Мы уже рекламируем. Ну, это как будто недавно. Очень важно. Есть мы, которые делаем сейчас оборудование, которое только-только вот мы сейчас аппортатив делаем. Значит, не дай бог, через полгода будет, значит, какая-то пробная версия. Да. Вдалекий вопрос, извиняюсь, что в конце уже на ошибку, и непосредственно вот вы с вашей компанией имеете отношение к этому МБТСу, который... Значит, конкретно мой... Конкретно я, когда МБТС только-только появился, это дело было в кризис. Работы... Моя работа закончилась. Вот. Я работал на американскую компанию, которая производила open-source web-движок. Я занимался в Web-ом несколько лет. Работа закончилась в кризис, у меня деньги еще были. Мне стало интересно найти что-нибудь, чем я, значит, чем буду заниматься. Соответственно, я стал... Нашел Open-BTS, потому что это было красивое ввое решение. Про СГР я тогда еще ничего не знал. И с тех пор я фактически... Я делал часть работ по контракту с French Networks. Как программист? Нет, просто как программист, так как деньги не нужны были. Я делал разработку, вот, USSD с Ваней мы разрабатывали. Делал... там еще всякие... Что там делать, сейчас не помню. СМС. Ревоут-консоль я делал. Какие-то работы делал, Амлионин. И... Ну, они все в open-source доступны. То есть я делал хоть по контракту с ними, но они... В контракте было прописано, что они все в open-source доступны. Соответственно, сейчас мы продолжаем работать с open-source версией Open-BTS. Соответственно, мы сейчас получили финансирование на некоторые именно open-source разработки, потому что есть, во-первых, фонды, которым интересно, чтобы была именно open-source полноценная версия. И есть компании, которые там заинтересованы, и они готовы финансировать, чтобы это не было закрыто, а было именно открыто. Вот. То есть мы, с одной стороны, занимаемся такими вот разработками софтферными, open-source конкретно. И, во-вторых, вот мы с весны делаем... Ну, мы делаем clock-timer, который я показывал, который мы продаем уже там второй год всем желающим. И сейчас мы с весны вот начали разработку transsiver на замену USRP, потому что там всем, кто хоть немного понимает, понятно, что USRP, она не готова совершенно к применению в поле. Это совершенно девелокерская плата, которая... Вот. А мы разрабатываем... Мы разрабатываем плату, она частично основана на USRP, но она будет полностью промышленным, промышленным вариантом для применения... Как вы копилируете страничную плату? Спросите, какие у вас отношения? Хорошие, дружеские. Недоговорные? Сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас мы с ними просто дружеские отношения. Мы, скажем так, ведем с ними вялотекущие переговоры о том, чтобы, значит, там как-то копироваться, но ввиду загруженности их и нас, и удаленности по, значит, географическому признаку, переговоры крайне вялотекущие, и в данный момент просто ограничиваемся тем, что мы разрабатываем консорсное, частично консорсное, частично полносорсное. У нас возможно какое-то коммерческое применение на собственную реализацию GSM? В России? Возможно. Глубокий вопрос. Глубокий вопрос. С нашими операторами есть определенные контакты, которые говорят, что все возможно. С нашей большой тройкой. Ну, в смысле, те, кто выкупили все диапазон? Да. Кроме большой тройкой. Это неинтересно. А? Больше так особо, наверное, никому неинтересно. Да нет, у нас есть региональные операторы, в общем. Ну, вот тут есть интерес и от небольшой тройки. То есть, есть интерес от операторов, от компаний, которые даже сейчас не являются операторами, но интересно смотрят на то, чтобы инсталлировать такие системы в наших деревушках, успешно распиливают бюджет по... У нас есть бюджет на цифровизацию и вообще проведение связи в далекие регионы. И, значит, есть компании, которые на этом рынке успешно пилят и готовы делить участие в МНТС. Ну, наверное, если они только это будут делать. Ну, вот такая история. То есть, как бы, да, в России это все применимо, все это можно легализовать. Нужно только заняться этим. Будет железо, доделаем. А клеить... А клеить же как бы нету, то есть, это только регионально, в принципе, может быть интересно. А мы, как бы, не рвемся, в общем-то. Митрополия. Не тот рынок. Не, на самом деле тут есть интересная тема, потому что есть такая популярная штука, как всякие фемто сотые, пика сотые. А вот это нано-БТС, это же, в принципе, как бы... Это фембитер может работать. Даже не сам просто. Да. Ну, непонятно, как бы... Ну, все-таки нано это здесь минус 9, а пика здесь минус 12. Ну, это... Придумали маркетологи. А фемто минус 15. Да. На названии. Мы, на самом деле, хотим немножко основным БТСом тоже попадаться. То есть, есть идея следующей итерации, не знаю, когда будет, но когда-нибудь, наверное, родиться, интегрировать туда уже процессорный модуль прямо в плату. Вот. То есть, будет закончено решение в техническом... Я знаю, уже будет компьютер. Будет компьютер, да. То есть, как бы, на самом деле... Ну, это будет компьютер, да, понятно. И сейчас можно сделать бутерброд. То есть, взять мини-ITX, ну, там, плату промышленную, значит, ее просто поставить. Инакция нет. Поставить ее и будет упаковать в простилую коробку и сказать, что это нано-БТС. А вот... Ничего не мешает такое сделать. Куча промышленных компьютеров в маленьком формате есть. Ну, и вот есть идея, в принципе, интегрировать небольшой компьютерчик прямо в трансивер, либо ГАМСТИКС какой-нибудь армия, либо что-нибудь еще... ГАМСТИКС, да, может хватить. А? ГАМСТИКС, да, может хватить. А? ГАМСТИКС, да, может... ГАМСТИКС, да. Ха-ха-ха. ГАМСТИКС, да. ГАМСТИКС, да, сейчас можно набрать для интернет-инстагентов? Нет, только БТС, это... Давайте жду вопрос следующего. Давайте ещё скажем. ГАМСТИК, да, давайте решим. Как раз, в следующий раз. Так, в следующий раз, да. Ну, всё, тогда всем спасибо. ГАМСТИК, да. Продолжение следует...